а да да дам игровики сегодня пятница и почему бы нам не повыживать во вселенная series значит из задач на сегодня хотелось бы к этому замечательному хабитату пристроить тепличку вот я так предполагаю как то вот так она будет здесь располагаться и умри вот пристроить тепличку посадить овощи фрукты я планирую посадить картошку морковку яблочки вот и так как у нас появилась кухня в хобитате то уже можно кухне приготовить вот печеную картошечку из воды и морковки какой-то пакет можно сделать вот морковный ну вот яйца существ я нигде еще пока не находил ничего не могу по ним сказать причем они есть вот такие зеленые есть какие-то пятнистые ну это естественно мы можем сделать ну в общем как то так еще одна из задач это мне все-таки нужен транспорт и я хочу отремонтировать какой-нибудь из вот этих поломатых дай поломаты пусть так будет которые я встречал на планете там и вроде как есть возможность имея определенные ресурсы его отремонтировать но на данный момент пока теплица значит что нам нужно нам нужен по моему строитель в руках если еще не все окончательно здесь позабывал и где-то по стройках до биодом это называется я ее назову теплица пусть будет так смотрим что на нее нужно какие ресурсы можем вот так вот ее выбрать и ресурсы там на экране слева у нас постоянно будут четыре стали три резины в общем тут сложнее всего по сплавам замок и дюралюмин дюралюмин вот погнали посмотрим что у нас имеется в закромах дюралюмин и замок давай вот так это что магна ли замок есть а вот бюро любит дюралюмин тоже есть так слитка у нас достаточно теперь по электрике нужна плата обязательно и по моему провода там нужны были ну вроде когда а ящиком уже не помню где что находится будем искать резина есть какие-то трубки какие трубки трубки где-то были но нам нужны не такие где же трубки вот заодно ящики ревизию сделал ящиком посмотрю чего где вообще лежит понятно электроника трубок нет делаются они по моему вот из такого материала брокенхоз да ну тут есть но это не такие это крутой и вроде как больше и чего-то нам не хватает стекло а и пластины ну еще вот этого минеральчика литиум литиум есть вижу значит по пластинам у нас три из четырех соответственно нам вот в этой здоровой печки нужно сделать еще пластин карбон и железо замечательно железо вижу а карбон это лид а вот и карбон тут как тут делаем пластины для начала да сделаем их пока карбон не кончится забрали теперь вернемся к нашей пастру очки что тут как тут стекло вот здесь вот интересный вопрос ну трубки ладно трубки погнали сразу сделаем со стеклом нужно будет посмотреть где они вообще делались пайп нам на здесь делаются круты пайпа нам нужны просто пайп и вот я не помню где они делались вот честное слово а там еще кто-то к нам пришел иди зачем ты сюда пришел мы тебя не звали нам надо как-то подумать маш вот этот проем акта в принципе огорожена база и вот этот единственный проем остается муж его тоже как-то сделать блин а где же эти трубки делаются для и не помню вообще еще и тоже отвалил да да где делаются трубки да 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 точно не здесь блин но тут только в печках а этот я забыл у нас же есть верстак workbench а в нем мы и сделаем нужен металл а для чего тогда извините нужны брокенхоз если кроды пайп делается ну да ладно а видел кто-нибудь вообще металлом у нас присутствовал в каком-либо виде это не металл а вот это здесь электрика здесь тоже нет металла у нас что совсем нет металла что ли а у нас металла валом хорошо 4 нам нужны трубочки паник раз два три и четыре ну давай доделаем пока не кончится этот весь металл или нафиг нам они нужны ставь оух стоп это ж не то мы делаем блин чё нам она хочет а где она это делается много вопросов так 4 подзабыл все хоси нам нужно нам нужно хоси а это не то а где делается оси а я не вижу где они делаются это брокенхозе странно-удивительно а пусть и где это пайп но и дело да я точно помню они как-то делались круды пайп пайп а хоси где но эти то ладно зачем они нам нужны вот же блин ну вот же они четыре штуки а ага а что опять не так они требуют изоленту вот болен нам их четыре нужно вот еще пришло чё ты приперся сюда кто тебя сюда звал дружи ну-ка проваливай ну-ка проваливаю отсюда д д д д д д д д д вот так вот я не знаю но немного мяса мы с него соберем чтобы было что поесть а вообще принципе нам нужно вот это синяя изолента где у тебя жопы все собрали до лапки разделываем где еще чего не собрано башки ну давай а еще где-то выделялась от нога олег ушел чего приходил вообще изолента изолента где вот же она окно тут вопрос в том что у нас уйдут уйдет резина а нам она тоже нужно для постройки еще не совсем все ясно и понятно с вопросом где взять стекло а ну сейчас я думаю разберемся раз два три четыре слушайте они было у меня их случайно уже сделано что-то столько всего везде ну допустим вернем постройку нашу да остается только стекло стекло стеклом и делается она вот здесь либо из sand это какой-то грунт либо из broken glass кто-нибудь и где-нибудь видел broken glass вот это что-то вас столько много становится начинает напрягать так-то если разобраться жопы не собрал что ли ирии а где альпо вот где-то 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 выделялась ну давай вот так все все чего приходил непонятно быть съеденным но зато меня прокормит так по стеклу что мы решили мы решили что стекло делается из сломанного стекла на а теперь вопрос где а так у нас есть стекло даю мою но это же вообще шикардосно что я могу сказать мы можем построить нашу тепличку и выращивать уже при спокойненько биодом никак не запомню называется биодом и спокойненько выращивать яблочки морковочки все что нужно для пропитания у тебя тут что что-то вот странно как-то вот этих тварей то добавляется по ходу чтобы построить нам что нужно сделать во первых выбрать вот вот выход по-хорошему бы надо соединить так мне придется разобрать солнечную панель но это на время потом заново сделаем и придется разбирать фпк по с и придется по разбирать вот эти стены они нам мешают сейчас на данном этапе строительства вот и потом уже ус пристроим расширяемся болен однако да ну принципе огородиться можно будет и заново чтобы не доматывали вот это вот живность тут всякая так как я это хотел пристроить как-то как получится люк у нее в эту 100 а почему она вообще не хочет строиться здесь а кто знает странно странно и пока непонятно а что ей не нравится ну вроде как все нормально а что не так а где ты тогда хочешь построиться если раз уж на то пошло и нигде что там мы так не договаривались удивительно вот странно непонятно все ресурсы как бы есть д д д а почему она нигде не хочет построиться и в конфирм но тут масби а то читал а у пляж чтобы это могло значить куплер масби а то читал а куплер а давайте посмотрим чтобы это могло значить что еще не нравится habitat у нас все есть habitat water рекламер окси генератор и климат контроллер а может быть панельку солнечную нужно вернуть давайте попробуем как то так построить будь 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 вот здесь чпинг готов принципе готова одни чего-то она там хочет чтобы мы покушали на и и жажда все отлично окне отлично у нас только одна может срубить этот кусте и мешает или что и мешает либо может быть есть у меня предположение нужно построить какую-нибудь шлюз вот от этой штуки до аэрлок нет элвей биодом алюминий кобальт золото гон металл но это нет это какая-то просто труба не но это не прикольно уже как бы почему не хотим строиться чё пишет висла кейшин оверлапс н а ну тут типа ладно тут другой объект хорошо а здесь что тебе не позволяет построить вот ну ровное местечко никаких объектов то нет а что не так мастби оттачи ту куклер что есть коплер в этом мире к у плярдом где эта штука может быть почему она вообще у нас под замком хотя вот все же зелененькая да и здесь и здесь вот рт а ну тут 50 метров от окси генератора климат-контроль 50 метров она тут типа вот так она ну хорошо давай попробуем ну а сейчас то чего очень странно все тут устроено вот все же удовлетворяет или что не так то вот так я ее да допустим хочу пристроить сюда но допустим пишет сейчас другой объект неподалеку но тут уже нет объектов других-то на зар объект были на как их состыковывать а мы так не договаривались то или ее отдельно где-то ставить как это тогда бочки нужно еще делать а если допустим слушайте я так прикидываю что можно попробовать разобрать принципе всю эту стену и бочку верните на ее мою бочку ну хотя ладно пусть да сейчас мы все вокруг разберем а потом заново попробуем все построить что-то здесь как-то не так получается нужно действовать так хорошо допустим теперь ну что теперь-то не так где-то где-то плямкнула на где-то хотела поставить дамажит буря ну блин просмотрел я где-то же плямкнула да был вариант ее как поставить чего пишет мазби оттачи ту кауплер а ну посмотрим что такое кауплер коллером без переводчика никуда сцепка чу за сцепка а кто знает кауплер тут нам еще и костюм повредили это дело поправимая а вот понять что за сцепка тоже вопрос пока зайдем чпинг вот мы и дома так разобраться нужно сцепка но это явно же не сцепка до хеллвей но никак не коплет этот а что тут может подходить это все закрыто здесь вообще до этого еще дойти надо что имеется ввиду ничего такого не вижу про сцепку либо действительно пристраивать нужно вот эту трубу для начала либо пристраивать аэрлок короче нужно разбираться и начнем мы наверно с хеллвей будет ли он с той самой сцепкой которую просит биодом ган металл алюминий кобальт золото все вроде должно быть в ящичках ган металл алюминий кобальт золото где ган металл ган металл а почему один чуток мало алюминий кобальт золото а вот и алюмишка а кобальт а вот и золотишко а кобальт дайте нам кобальта даже не помню уже как он выглядит тин титаниум сильвер меркурий никель а где кобальт у нас чё нет кобальта лид магнезий о да у нас его бывало так пробуем пристроить эту трубу всего хватает ган металла 2 нужно и алюминия я не взял алюминий нужно сделать ган металл почему я же брал алюминий алюминий есть в наличии а так алюминия нужно 30 вон оно что да был же еще где-то да да так и теперь что нам нужно для того чтобы сделать ган металл нам нужен бронзовый слиток нам нужен бронзовый слиток медь тин и цинк бронзовый слиток медь тин и цинк медь тин точно где-то был тин а цинк дайте нам цинка ой цинк есть это не может не радовать а хотели сделать мы ган металл ну давай 2 3 не будем а то бронз закончится нам принципе должно хватить так у теперь вот этот рубежник по идее должен построиться а тебе чего как вообще состыковать это все дело вопрос как состыковать или вот все таки airlock нужно строить а потом к нему уже пристыковывать а или еще может быть что что стена занята который я пытаюсь это все дело пристроить так хорошо оттачить то купляр есть вариант ладно не отчаиваемся а есть вариант тогда попробуем airlock электру резина да 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 вовчик морковик приветствую на канале присоединяйся будет неплохо если подскажешь как вот присобачить эту биодом к существующему хабитату но если знаешь а то я что то вот до сих пор не догоняю и не дам ладу как это сделать он требует какой-то коплет соединитель но ничего похожего я здесь не нахожу либо все таки разобраться может быть вот ну игра страдает вот таким делом падает фпс какой-то момент специально в левый верхний угол вывел счетчик фпс в основном когда на дом смотришь так ну а что мы видим вот же свободная свободная а что тут можно а так может разобрать ее вот пробуем вообще все варианты дестрой волк давай убрали но хочу то лихо тут мы убрали наверное это не так как то будет работать но тут уже нужно перепробовать все как бы да не в какую но ты подумай так а что из возможных так хэви волк может здесь какая-то другая стена нужна хэви волк нормал волк это со стеклом а так вот он йохан и бабай ну нашел же коплер это строим строим в эту сторону хотел вроде как в эту отлично теперь можем движеть дальше теперь будет обидно если не хватит ресурсов на хобитат и не хватает резина резину мы можем сделать насколько я помню так придется по любому перезайти игра вот в какой то момент просаживает фпс и помогает только полная перезагрузка игры игра находится в раннем доступе и как бы с этим можно либо мириться либо не мириться но пока вот именно так это не только у меня и у других игроков происходит такая же лобудень сейчас перегружаемся и все должно стать на свои места тем более мы вот эту стенку осилили пристыкуем биодом потом у нас начнется история про грядочки да нужно будет построить внутри биодома грядки потом натаскать туда грунта земли и посадить наши яблочки морковочки картошечку вот чтобы у нас все было рядышком и неподалеку так на чем мы остановились пристроили мы вот этот куплер соединитель и теперь пробуем резина нам была нужна у нас много резины ушло на как раз таки эту стеночку ведь дайте нам резины где она делается из чего она делается так из скрабрубер скрабрубер я где-то видел мы запасливые игровики у нас где-то однозначно эта резина есть да вот же она чпаньк и теперь сколько их там нам надо было ну на все блин буду надеяться что хватит уже бы хотелось все таки достроить биодом и отправиться отремонтировать транспорт потому что пешком ноги не казенные и пешком уже что-то неохота мне топтаться поэтому с биодомом а подожди я ее сделать сделала а не забрал так бывает а вот теперь уже непосредственно наш биодом я думаю пристыкуется ну должен же но не будь гадостью такая что сейчас почему не хочет сейчас потому что наш хобитат наверное ниже уровнем так так а как же нам тогда быть а вот это не опускается нифига просто вопрос том если сейчас разбирать ну поесть то у нас есть что с собой нам надо опустошать все ящики приподнимать его вверх плюс здесь все мне уже и так нравится как тогда нам поступить и как его пристроить да что ж такое а уже все что нужно есть уже даже есть то что не нужно ну что сейчас this location another объект хорошо значит что предлагаю предлагаю сделать в эту сторону вот такой же коплер и проверим заодно не хочется мне эту базу заново разбирать вполне вероятно что был просчет постройки но мне такой проект проектная организация давала поэтому и вот что-то он заниженный получился я думаю сейчас мы все равно так или иначе где строй волк разберемся с этим ладно допустим дестрой волк теперь что у нас здесь вот эту стеночку нам требуется подразобрать с я надеюсь я ту стеночку подразобрал ставим здесь соединитель ну допустим да давайте даже бочку уберем чтоб вообще ничего не смущало это а потом все заново вернем ну как бы так но где гарантия что он сюда пристыкуется гарантий нет никаких ну почему он ниже не опускается колесиком же вроде опускаться должен был вот засада хорошо придется видимо перестройкой заняться блин тут столько всего разбирать надо чтобы просто поднять его выше на стенки ладно стенки здесь вот в ящиках много чего забираем на чё тянуть а и тут у нас с местом засада на что тоже решаемо в принципе сейчас перетащим где тут нулевые были же ящики вот и все ненужное мы сейчас поскидываем сюда так 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 какие-то палки нахрен они вообще нужны чё еще это все для построек нужно будет поэтому пока не горячим ся шлюз разгерметизация прикол окно ящики эти во всяком случае освободили ох и здесь еще хреново туча всего да что ж такое так и задача получается построить это все повыше но допустим здесь у нас будет хранится еда все остальное нужно а туда перетащим все это вот блин делал дом со стеклами и все теперь нужно переделывать шипы чё еще у нас тут лишнее вот эти трубы нахер я их таскаю ага а вот мясо еще это наверное суда пойдет так я надеюсь теперь места хватит все забрать основательно основательная перестройка у нас тут подразумевается да это все мы забрали влезет ли она теперь сюда так 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 но у нас есть еще один ящик это суда это земелька пригодится для посадок растений вот эти все части тоже пока нам не нужны так ну и приступаем тогда к разборке будем перестраивать дом дестрой только дестрой так а здесь он как-то по частям да он по частям разбирается попробуем по другому отсекаем все лишнее и крыша тут по моему тоже снимается все эти листы обшивки ну в принципе ничего такого зато у нас уже для постройки будет все с собой не бегать ничего не искать все в принципе есть так теперь насколько я помню можно вообще аэрлок убрать окей здесь разбираем вот это да конечно уверен чё уж теперь у нас не выходит установить пристыковать наш биодом это тоже это в расход минус минус что еще полностью все разбираем интересно почему вот нельзя ее целиком прям разобрать ага уже ресурсы не влазят да понял сейчас еще и стемнеет ай-яй-яй где здесь еще нулевой был что-то нужно скидывать так пока нам вот это все наверное мы скидываем кинем сюда как-то так пайп нет пайп для чего-то нужно было это обязательно заберем нужен будет еще когда новый домик будем строить установочку так не так реперер дестрой да естественно что тут осталось и еще стены да сколько ж вас здесь есть вот еще с окошечком все как положено старался строил блин теперь все приходится переделывать ну что поддашься дестрой волк да обитат да так теперь задумка была какая что они не стыкуются потому что он был низко поставлен да эти тоже придется разобрать похоже что так не поднимаются два ресурсика так сюда у нас что-то еще влезет нам нужно две свободных раз ну предлагаю микросхемку скинуть либо же батареечки вот здесь у нас можно стакнуть все в одно забрали твари пришли а ну сюда а как тебе такое ну вот эта маленькая ушла блин патроны я скинул ну ладно давай с ножом сюда чё припёрла чё надо ну-ка брысь фул барсик фу да умришь ты уже да на же еще вот ты тут вообще урод уродом полу обезьяна полу хрен пойми кто так уработаны теперь вот это я надеюсь не будет еще кто-то где ты а поесть а я мясо куда-то скидывал сейчас поедем не очкуем иди сюда на на готов я мясо в какой-то из ящиков перекидывал поэтому поесть для нас не проблема должна быть вот так мы подкрепимся теперь теперь нужно разместить изначально сам хобитат вот это я наверное предлагаю тоже поразбирать блин опять пришел кто-то да что ж вам не имется не сидится ну-ка брысь фул барсик о шел вон тебя тут никто по-моему не приглашал свободен только мешают мне тут строительством заниматься а ты подумай так камушки камушки пусть валяются уже просто не вмещаются в инвентарь в рюкзачок то в наш так и что мы имеем вот такая вот площадочка уберем лишних персонажей с нашей стройплощадки на лишних и ненужных ноги ну что не что еще а вот тут где-то жопа что ли где где-то ж выделяется о ну все нет ну вот нафиг бы ты здесь сдался и мясо уже не влазит в рюкзак так ну тебя короче с чего начнем мы строим хобитат заново и делаем его нет сначала liquid tank и gas tank это емкости для воды и для газа соответственно так куда вас примастырить экраном желательно сюда вот к нам да почему-то так точная подстройка ну пусть здесь будет что ли да есть это мы построили гс-тэнк теперь нам нужно liquid для жижи ма жижи что если мы их рядышком построим а ну там экран будет перекрывать не очень это хорошо давай вот так вот готова теперь хобитат сам хобитат нам нужен где это все было секундочку но у нас есть liquid и она строится нормально и куда мы его отправим вот какую сторону и его вот блин ну надо повыше наверно да потому что потом получается мы не можем пристроить вот так вот мы его отправим лево-право желательно чтобы было место для построек влево-вправо потому что я думаю мы не ограничимся только лишь биодомом наверняка же еще что-то будем строить поэтому здесь она а если чуть-чуть даже не так а вот я понял как как нужно сделать чтобы это все было красивенько так так ну что вот здесь а там ресурсов не сильно ли это высоко вот в чем вопрос 0 20 метров ну я предлагаю попробовать да все таки разместить вот так ну лестницу ладно лестница пристроиться так что будет тут дальше в эту сторону не что-то мне так не очень это все устраивает и не очень нравится для и мы еще и не можем долететь до него но и дела как-то он прям сильно высоко у нас получается тут вот этот еще валяется на хрен он тут нужен вот спрашивается так структуры обитат ну по-хорошему влево вправо туда есть же куда или вот так вот еще нужно сдвинуть не хочется мне потом второй раз это все перестраивает заново вот пусть будет так вроде как все смотрится нормально теперь нам нужен аэрлок насколько я помню аэрлок о классном тут вмещается только куда у нас приведет лестница и как туда теперь залазить непонятно ну попробуем посмотрим о да нормально принципе на высоковато хочу прыгать надо на высоковато вот так уж эти постройки мороки с ними не слабо что придется чуть пониже это все делать я так понимаю плюс она вот сюда куда-то упирается не очень это будет удобно разобрать ну и тебя наверно тоже рак структуры эта песня хороша начинай сначала блин а если как то так ну давай вот мы чуть ниже опустим что ли вот так ага блин че тоже самое получилось теперь пристраиваем аэрлок ну наводись а и смотрим теперь че изменилось теперь вообще плохо да ну куда он в ящике ящики я разбирать не собираюсь так предлагаю его крутануть в принципе по высоте нормально ну надо будет крутануть вправо так обитать обитать вот так наверное как то ну чуть чуть с высотой лишь бы биодом потом пристроился к этому ко всему безобразию вот в чем вопрос ну стройся что уже где 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 ну это сильно близко будет а вот так вот вот и где-то 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 тут ну посмотрим так ух пристраиваем к этому всему аэрлок теперь должно нормально все быть а там посмотрим чё теперь не так а вот что почему не хочешь все же нормально было мы так не договаривались давай с этой стороны ну почему не стыкуется то никак прошлый раз она даже выше была это стыковалась почему сейчас не стыкуется с постройками перемудрили конечно здесь разработчики чтобы что-то построить это нужно постараться я вам точно говорю блин опять его что ли сносить но это уже совсем будет нехорошо ни в какую так окей не теряя времени разбираем все это хозяйство пробуем все создать по новой обитать первым делом мне вот интересно что все таки мешало аэрлоку стать ну допустим ну давай чуть ниже хотя я же варю в прошлый раз я строил и на том же уровне аэрлок блин вообще в легкую пристраивался так не и вот здесь вот нафига вы так сделали вот миллиметр вправо он еще и дышит то есть он движется эта постройка туда-сюда и этот момент когда можно прямо привет и тебя мы тоже сюда не звали ну что здрасте до свидули чудище болотное так теперь мы хотим чем мы хотим аэрлок мы хотим вроде как опять приперлась и ни одна эй где ага привет у это поболи так да помришь ты уже ножик вроде нормальный а дамажит маловато давай кирку и алмазной и вон еще одна да блин да дайте мне спокойно построиться ну что вы за звери то такие так я вот смотрю опять аэрлок у нас почему-то не стыкует теперь что низко что ли ну как вот такое возможно что это за постройки да все должно стыковаться только что стыковалась же а да блин не уже надоело его блин разбирать привет стримеру привет чат им зим добро пожаловать бадаюсь вот здесь с постройкой то высоко то блин низко то хрен поймешь вообще что происходит удалить надоело уже так вот этот слиток нам нужен будет а чем мы инвентарь забили что-то нужно что-то нужно ненужное выкинуть что не вот вот это вот нам совсем не нужно в дроп не а вот этот слиточек нам нужен лады habitat ох уж этих habitat и вымотали вот я сейчас построю а потом к нему как я буду пристраивать ну хрен с ним давайте давай уже как-нибудь построить аэрлок плюс только подписался смотрим какие задачи задачи значит в начале стрима говорил вас пристроить биодом теплицу насажать грядок повыращивать яблоки морковку картошку все вообще все что можно вырастить хотелось бы вырастить и вторая задача у меня было мне нужен транспорт и я хотел починить вот эти разрушенные которые по карте разбросаны их вроде как можно имея определенные ресурсы имея там слитки в основном и резина можно его поставить на колеса он подвержен этому ремонту и потом гонять уже на нем но там другие начнутся проблемы там нужен будет нужна жидкость будет как-то на газолин или что-то типа этого называется чтобы его заправлять а она там тоже делается там потом добывать жидкости надо надо дано 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 так что у нас здесь происходит чего-то где-то племкнула я не не видел чего и где похоже что было поспит подписочка но у меня почему-то не написано кто в чате есть и кто есть напишет этим зим тем зим на были на официально подписан он я теперь увидел все отлично играем в асирис сегодня в принципе играем в разные игры в основном выживал ки космос новый сад нафтика естественно прошел лобби так что тем зим теперь с нами на борту поздравляю на чем мы остановились мы остановились на аэрлоки и там который уже начинает под вымораживать почему он не пристраивается опять что случилось да полечиться это не проблема или проблема блины все поскидывал в ящике суда все по поломал я сначала посмотрел видос по ресам потом на стрим попал ну так вообще прекрасно да я там снимал и первые шаги есть видосы и с ребятами мы играли мультиплеер там еще прикольнее мы даже улетали с планеты я посещал там другие планеты собираюсь между прочим снять тоже коротенький видос про то как и на какие вообще планеты вот в той версии в раннем доступе который сейчас можно попасть это 2 азиэль и сейчас скажу ну в общем будет полноценное видео по этому поводу как же она называлась но азиэль точно можно приземлиться вспомню обязательно скажу тут вот проблема цирконий нашел цирконий я в рис по моему когда рассказывал про ресурсы и вот здесь две пустые ячейки и как раз таки цирконий а ты имеешь ввиду на другой планете нашел ли я цирконий или здесь здесь нашел но тут проблема в том что не найдены какие-то вот другие минералы цирконий у меня подсвечивается значит он где то есть а вот эти ячейки пустые если интересно мы можем не вижу я цирконий у себя может он где то уже здесь меркурий может быть и нет врать не буду может быть и не нашел а может быть он из разряда еще минералов которые находятся на другой планете сложно предсказать вообще мультиплеере там обсидиан до обсидиан обсидиана вич до обсидианов который наверное тоже нет а что там я вот нашел точно это даймонд причем там в пещерах их просто валом залежи обсидиана я тоже не вижу а ты тимзим нашел обсидианы цирконе если нашел расскажи где мне интересно цирконий в списке есть и обсидиан списке есть ну окей значит еще предстоит это все дело найти так я прям с этим аирлоком честно сказать уже не знаю чё придумать как вот его поставить но стыковался я до этого строил мне просто не понравилось по высоте я взял разобрал а так то что он вообще пишет оттачит оттачит но оттачит чего оттачит здесь крышку какую-то надо присобачить к нему да а ну-ка да здесь нифига он и самый есть в этой версии еще нет ну вот и я в этой версии еще нет в принципе вообще предыдущие версии не играл а вот как есть сейчас так и пытаюсь осилить игра прикольная в ранних версиях на зель находится обсидиан цирк на лавовой планете был на лавовую планету невозможно приземлиться мне интересно но будет я сделаю видос где все планеты попробую посетить расскажу чего где на одной точно есть живность я видел и какие-то грибы растут и ресурсы тоже есть она 2 практически ничего нет есть и на 2 там даже база утонувшая в лаве есть если ты это имеешь ввиду лавовая планета туда я тоже там был но ее сложно назвать лавовой так как она там наполовину заснеженная и лава как-то она там все у них не очень-то клеится но в любом случае мы продолжаем бороться с хобитатами если ты этим зим подсказал как вот с этим безобразием бороться я бы был очень признателен что если его вообще глупить вот там и строить уже биодом влево блин уже хоть как-нибудь бы он сюда влепился на ну с этим до проблемы нет начинаешь пристраивать к нему airlock и тут начинается проблема сложно еще с играми раннего доступа непонятно то ли она багнула в какой-то момент или чего-то не так вот что вот почему почему он не клеится к ней господа разработчики он должен сейчас пристыковаться я не поднимал а ремонт готовы и разрушенных обитатов ремонт готова и я изначально хотел делать но потом чего-то отказался и от этой мысли ремонт буду разрушенного транспорта делать хотел что-то новое свое построить вместо выбрал не очень возможно 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 ты и прав здесь как бы развернуться особо и еще вот у игры проблема я не знаю как у тебя принципе у всех кто играет тоже есть такое в какой-то момент просто вот на ровном месте тупо падает fps потом помогает только перезагрузка вместо блин выбрал не очень у меня стояла здесь уже и база была и бочки стояли чуть чуть по-другому и в базе и кухня уже было и что там еще water водяная короче вот эта установочка блин кто-то по боли пришел крап монстр и все было потом я начал строить биодом хотел пристроить принципе и цель то было изначально и у меня он там чего-то как-то по высоте я так понял не совпадал подлетать на космолете придется много для арбит орбит алки да был я и на этой орбит алки коса лучшее оружие ты имеешь ввиду кирка вот это да но она под разрушенная мне пришлось снести мой верстак она я заметил когда у нее мало остается вот этого столбика она дамажить перестает она меньше дамажит и поэтому как-то так так ребята болен мне нужно решить этот насущный проблем я хочу по достроить базу и хочу теплицу мне прикалывает посадить растение на почему она мне так у нас тут со здоровьем я так и не дошел до ящика но я типа собирался там полечиться немножко что-то пошло потом не по плану и куда я это теперь все перекинул давай вот эту аптечку используя первое что должен сделать workbench да он у меня блин дружище он у меня и печка и вот такая печка и верстака я его разобрал чтобы сейчас здесь построиться нормально но вот на этом все и зависла он и апнутый уже был не все правильно ты говоришь тим он был и апнутый апгрейднутый там можно было делать ты же посмотри у меня вон и кирка это алмазная принципе есть по моему в нем же и делалось или в печке но смысл в том что реально он у меня был я его верну у меня вот все ресурсы сейчас при себе вопрос в том что вот с хабитатом проблема хабитаты и аэрлок они почему-то не хотят стыковаться давай вообще вот так вот сделаем же ладно давай попробуем может быть до этого у меня эрлок был пристроен и все было круто почему сейчас вот он не хочет пристыковываться аэрлок его просто наводишь и он сам чик и синенький без всяких там трабловый проблема вот сейчас он почему-то так не работает вопрос почему не могу понять как может что подожди может я ну ресурсы все есть для него вот аэрлок до внизу не построен хабитат да не он пристыковывался и к такому я тебе точно говорю его даже к не зашитому по моему пристыковывался вот только для до этого можешь даже перемотать наверно стрим я там после того как разобрал все что было собрано и начал на новом месте но мне просто не понравилось ну давай хорошо определимся что вот это место у нас будет по умолчанию давай попробуем как ты говоришь сделать то есть что нужно пристроить стенки вот в ту сторону я подразумеваю что будет вот этот коплер это будет выход на выход в биодом давай я принимаю любые варианты но когда я видел что вот в таком вот состоянии аэрлок сто процентов пристраивался теперь мне непонятно значит не все ресы после разбора возврат не хватает чего-то смотри по аресам проверил уже вот он этот аэрлок счастье покажу а вот смотри смотрите прикол блин теперь вот он пристраивается и не надо достраивать хабитат вот о чем я и говорил таких приколов много на самом деле я подразумеваю что это просто какие-то баги игры все таки вот пожалуйста аэрлок стал на место вот теперь у меня вопрос у меня есть все на биодом а пристроиться ли биодом к этому по всему хозяйству проверим water reclaimer но понятно теперь почему вот а ну здесь ладно здесь понятно он не пристроиться я кулер дострою все верно все верно так у меня как-то было расположение слева кухня слева кухня где это все стена же не нужно чтобы поставить кухню или нужно не помню климат китчена давай попробуем они к чему типа дастина нужно внутренние постройки нужны для купола да 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 все верно все правильно все так ты как есть и говоришь так я по моему вот здесь была норма увол давай потихонечку мы сейчас соберем более менее нормальную базу к ней мы пристраиваем кухню но мне привычный просто так а на кухню я скинул две батарейки вот здесь согласен и вот смотри вот верхнем углу фпс 2 до 24 падает ничем не лечится кроме потом перезагрузки и вот у многих ребят так хотя комп и и в принципе вывозит по полной но скорее всего проблема с оптимизации игры куда я скинул батарейки красненькие на я перекидывал либо сюда либо сюда либо сюда либо сюда либо в электро да вот у меня теперь тут местечко нет неплохо бы нас к вот эту вообще дроп не дроп не и так как то так здесь все продумано продумано здесь не то слово приватки играю не падает фпс сервака выкидывает просто но этот понятно пока не будет работать пока мы его не обошьем полностью ну я сейчас хочу понять станет ли биодом чтобы потом вот эти все обшивки не разбирать вот в чем дело а фпс между прочим падает только в одном месте когда смотришь на свою постройку но это такая проблема это не персонально у меня у ребят такая же история пока непонятно почему это происходит скоро будет ясно ждем какое-нибудь обновление так теперь всего хватает всего хватает kitchen почему не строится если всего хватает опять я чё-то пропустил упустил какой-то момент где-то как-то чего-то kitchen kitchen can use но у меня в куполе растет все даже если обшивку разберешь habitat а ну прикольно без обшивки вопрос почему не строится кухня вполне возможно потому что не да вот в одну точку смотри вот смотришь в одну точку до 10 fps падает ничего там такого не происходит особенно как только отвернулся и пожалуйста у чудо фантастика все работает чего угодно вообще и теперь опять мне придется перегрузиться однозначно только это помогает решает проблему я сейчас верну дима 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кухня Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нормал Волл Давай попробуем зашить Нормал Волл Это что у меня такое тут переключается сама Что и как Нормал Волл Нормал Волл Тадамс Нормал Волл Нормал Волл Так Как-то так Чё дальше Ну вот да Последняя у нас Чпеньк Ага Ну давай Если ты говоришь Что она выберется Я буду очень даже рад Ку Да Всё верно То есть нужно зашить Хорошо Мне игра очень понравилась Хоть и лагает Ты знаешь вот блин Такая же история и со мной Мне прям Очень зашла игра И Я в принципе Меряюсь с тем Что она лагает Лагает она знатно В принципе Всё терпимо Кроме падения фпс И Вынужденной Перезагрузки Остальное всё Не такое уж И там критично Потому что Нужно понимать Она в раннем доступе И Чё здесь Да Если б они её Выпульнули Уже По нормальному Там бы можно было Расстраиваться Так И химический стол У меня тоже был Поэтому На своё законное Или Подожди Я предлагаю Там для этого Для биодома Чего нужно было Сначала построить Потом меньше Water Reclaimer Оксигенератор И климат контроллер Вот эта вся история У меня была Вот так Я хочу сделать Так как было Оксигенератор Water Так Климат контроллер Water Был по центру Вот Вот Так Вот Да Там Между прочим У нас Сервак создан Где Есть Три самолёта И В принципе Всё построено Уже Если Есть Желание Можешь заходить Туда Приватный сервер И Там уже Всё развито Но Мне так неинтересно Мне вот Интересно С нуля Я по сути И в одиночку И играю С нуля И с нуля Всё Самостоятельно Построить Зачем мне два Нахрен одинаковых Вот вопрос Это Water Да Destroy Не надо Нам два Нам нужен Климат-контроль Где он Климат-контроль Да Сюда И Дайте Два Не Два На мне И Ещё Какая-то Оксигенератор Климат-контрол Вот я построил Климат-контроль А он его красным Выделяет А он построен Ну Оксигенератор Согласен Оксигенератор А ты у нас Будешь здесь Так Ну я вот Надеюсь Space Engineers И Imperium Вот Outpost Zero Со скидкой взял Блин У меня тоже много игр На всё времени Не хватает У меня No Man's Sky Установлено Даже ещё не поиграл У меня Стационеры Установлено Ну там я пару роликов делал И то там был какой-то гайд Слишком уж там Всё в ней заморочено Так ладно Чё пробуем Да Мы пробуем сделать Что Мы пробуем Сделать Биоду Вот Ну не подведи меня А ну постройся Оксигенератор Почему пишет Что нет Оксигенератор Есть Бленово Натарей Почему Он такой Еще вот Подбешивает Что когда Ага То есть мы не попадем Пока не достроим Но это повод его Как раз таки И достроить Я так это понимаю И тогда он заработает Да Рассинхрон небольшой В эвере бывает Сталкивался Вот с рассинхроном Нет А вот с этими Просадками Когда у тебя На фуловых Настройках Игра идет 100 100 100 100 фпс Всё нормально 100 за 100 А потом резко Просаживает Во что то вообще Непонятное Вот это конечно Напрягает Здорово Рассинхрон Что ты имеешь ввиду Я имею ввиду Это отставание Чего то от чего то Но я не замечал Отставание Ничего Ни от чего Поэтому Говорю что Рассинхрон Я не замечал Так Здесь у нас Всё Гуд Он нам пишет Про оксигенератор Вот он Установлен оксигенератор Ну какого Спрашивается Рена Настройки тоже Высокий У меня в игре Я покажу Какие настройки Чтобы было Понятнее Здесь всё По максимуму В принципе Да Не знаю Но Моушенблер Что то она По моему Размывает Но То ли мне она Не понравилась Вот Как то так Я её Не захотел Всё Давайте скрестим Пальчики Вот так вот Блин Для того Чтобы Всё таки У нас Появился Биодом Что Опять Не так Резины Не хватает А куда мы На хрен Потратили Резину Мне её И крафтить Как-то Не из чего Больше Почему Он один Я ничего Нового Не строил Ребята Я вам Больше скажу У меня этих Кусочков Из которых Её можно сделать По моему Тоже Как бы Нету Вот С ящиками Бесит Тыкаешь В один Ящик Он Открывается Другой Да Много Таких Нюансов Или я его Всё таки Куда-то Резину Нет Не мог Куда я потратил Резину Почему У меня Вроде Всё то же самое И мне В прошлый раз Хватало На постройку Стоп А если Эти стены У меня Две стены Было с окнами Может быть В этом Окна Здесь я предполагаю По краям Будут Ящики Окно Можно Здесь Ну давай Так и поступим Этот Убираем Ставим Ну тут тоже Кусок резины А тут один Нужен А на норма А на норма Вообще ни одного Очень это Странно И Подозрительно Мы всегда в раннем доступе играем, привыкли уже и к ящикам тоже. Да, блин, да, на самом деле. Ранний доступ, он такой суровый, я в раннем доступе. Окупай Марс прошел пролог. Там тоже приколов своих много. Да тут вопрос в другом. Где делась вся резина? У меня хватало на постройку. Так, ну в принципе я знаю где взять. Вернем эту стену. Непонятно, то ли я ее выложил куда-то в игре, можно на разборе руин набрать. Да, 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 я знаю, но это прям... Я даже, по-моему, помню, где у меня ближайшие тут находятся руины. Да, будем надеяться, что... Так, а для создания одного, по-моему, две нужны этих. Из чего делать? Здесь резины нет. Так, провода, ну блин, я сейчас забью пока не надо, мне нужна только пока резина. И придется верстак ставить на место, да? Вот нету резины здесь, блин. К сожалению. Я предлагаю поставить на место верстак, апгрейднуть его так же. Куда это все делось, блин? Опять же, на место верстак. Где будет его место? Где? Где бы это было бы нормально? Предлагаю вот это убрать. Пока. Временно. Ее куда-нибудь временно. Блин, а радиус, радиус ее... У нее же есть радиус еще. Плюс ко всему. Ну давай я ее пока пристрою где-нибудь здесь. Резина. Резина вот, блин... Испарилась. Я в химлаб делаю резинный водород плюс карбон. Слушай, это идея, между прочим. И у меня-то есть химарь. И я тебе больше скажу, у меня где-то был собран газ. Наверное. Но это не точно. Вот он, да? H2? H2. И еще что? Да ты откуда вообще такой, а? Нарядный. Я все-таки предлагаю верстак для начала поставить. Чтобы хотя бы отремонтировать кирку. Верстак поставить и его обгрейнуть. Изолента куда-то делась. Слушайте, эти все ресурсы у меня были. Но изолента, ладно, нашлась. Хе-хе. Так, и патрончики для пестика возьмем. Чупеньк. То они одолевают вот эти вот супостаты. Ковар-бенч и косу на ремонт. Да-да-да-да-да. Именно так я и хотел поступить. Сейчас мы все наладим здесь производство. И печку же надо вернуть на место. У меня же печка была, все было. Печка тоже там какая-то апгрейднутая была. Так, теперь пумс-пумс, эфьюз. И мы ее хотим апгрейднуть. Да. А еще раз, и еще раз мы ее хотим. А, тут надо чего-то как-то вот так, что ли, по-моему, было. Иди-ди-ди-ди. Дисментал. Давай, делай. Делай ее полностью. Так, уже лучше. Пумс. Еще раз апгрейдим. И, кстати, это ищу курси, ребята, и кто смотрит. Их, по сути, два верстака нужно иметь. И в одном делаются приблуд... Так, отъехала. Хоп, вернулся, да. Вернулся, прямой эфир. Интересный стрим, держит напряги. Все правильно снимаешь. Респект. Дружище, блин, да, огромное тебе спасибо за такие слова. Блин. Мотивирует. Мотивирует реально что-то делать. Так, сначала тул. Я точно помню. Для скафандра нам пока рановато какие-то приблуды делать. А вот этот нам очень даже и нужен. Так, на что наводимся? И запиливаем. Второй в фабрикаторе апнешь. Второй стол ты имеешь в виду? Фабрикаторе апнешь. Блин, второй в фабрикаторе апнешь. На сьют. Да, да, я так и хотел. Ну, между прочим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Починить кирку. Первое. Использовать это все дело. Чего она хочет от меня опять? Что? Блин, у меня с едой напряг. Давайте пожрать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чего-нибудь срочно, скорее. Где, в каком ящике, в каком это все ящике. Да. Так, теперь у меня проблема осталась на ремонте кирка. Да, да, да. Апгрейд, да, да. Апгрейд, это круто и здорово. Апгрейд, даже звучит классно апгрейд. Фильм есть такой, прикольный. Мне понравился фильм апгрейд. Я смотрел. Кирку возвращаем на место. И была у нас потрясающая идея. Тимзин предложил, это делать резину на химическом столе. А давайте попробуем. А почему бы и нет? Так. Или его апгрейднуть тоже надо. Тимзин на связи? Вопрос. Как ты делал в химистри тейбл резину, если ее тут ни хрена нет вариантов? А? А, на стол. Ну, давай посмотрим на стол. В столе. В столе я тоже не вижу. А, печку вернуть. Печку вернуть обязательно. Без печки плохо. Уличная химлаб. Ух ты как, уличная химлаб. Сейчас посмотрим, где ее брать. Уличную химлаб. Это, конечно, звучит круто. Но я пока... Так, здесь, чтобы она была как-то вот так, да? Погодится. Попрет, пойдет. Кому нравится, кому не нравится. Мне нравится. Все. Ставим. Уличная химлаб. Стейшн в утилитах. Давай посмотрим, что у меня есть в утилитах. А, хемстанция. У-у-у. У-у, дружище. Да мы ее, наверное, даже сможем построить. У меня наверняка был дималой и электром в ящике. Сейчас мы так и поступим. Давай печку апнем. Что нам на нее нужно? Нам нужно... Ну вот этот, это газ собирает, насколько я помню. Строим. Там потом аккумулятор еще примотать к ней нужно, чтобы она не на дровах шпилила, да? Чего? А, ну фуэл. Понятно, понятно, понятно. Нам ее нужно... 3Dames. Апгрейднуть. Water distillery. Уже поздно water distillery делать. Мы какой-то уже другой газ собираем. Вот это нормально. Годится. Да и, в принципе, water там уже сок какой-то можно делать клевый. Поэтому мы лучше будем газ собирать. 7 лайков, а смотрят двое волшебник. Ну, блин, люди просто заходили, видимо, уходили, приходили, заходят, приходят. Я... Честно тебе сказать, я вот смотрю, у меня в какой-то момент, да, было 6 человек на стриме. И, наверное, для моих стримов это рекорд. Я не так давно вообще этим всем занялся. И поэтому, ну как-то так, да. Дизов там хоть нету, я не вижу пока. Но вполне вероятно, это где-то можно посмотреть. Но я сейчас вот этим вот всех больше занят. Так, что я хотел, что я хотел, что я хотел. Дальше, дальше. Я хотел апнуть еще раз печку. Low heat upgrade. Да, это нам надо некогда объяснять, но это нам точно надо. Проблема острая всегда. Circuit board с платой. Для нее нужен фабрикатор. Circuit board. Мы обязательно дойдем до этого. Возможно, в следующей серии. Я не знаю вообще, сколько эта серия будет. В принципе, мне по кайфу поиграть. Я тут подумал, сам все равно буду играть. Почему бы стрим не подрубить? Может, кому-то интересно пообщаться. Ну и все в таком духе. Между тем, у нас темнеет. Темнеет, темнеет. И пришла какая-то тварь. Блин, вот этих я не люблю. Их так долго уматывать приходится. И он сейчас еще мне здесь всю картину испортит. Хотя вот с фуловой киркой. С фуловой киркой. В принципе, нормально. В нем и синяя батарейка. В следующем стриме можешь задачу поставить. Так, по задачам. Надо справиться с этими задачами. У меня до сих пор нет биодома. И до машины мне еще, ой, как далеко. Мне нужна резина. Чтобы сделать резину, ты говоришь, нужно поставить химическую уличную лабораторию. Сорян за то, что спойлернул. Да, слушай, я на самом деле не спойлернул. В мультиплеере это все уже давно у нас с ребятами есть. Все эти постройки, все эти химстанции. Другой вопрос, что я зашел на сервак. И там это, кстати, плюсики намотать надо. И все это было уже прикольнее, когда это все сам создаешь. Когда у тебя ресурсов ограничено. И ты вот постоянно тут бегаешь чего-то разобрать, чего-то собрать. Ты не спойлернул. Я, в принципе, в этой игре видел все, что на данный момент существует. Это и вот этих крабов, которыми можно на спину запрыгнуть, краб-монстру и управлять. Там и добыватели делаются. Что еще есть прикольного? Техника разная. Ну, самолеты, понятно, улететь. Это все я видел. Мне фишка и самое интересное, это самому дойти до всего до этого. Там на канале, между прочим, видосы есть, где мы там пытались отремонтировать вот эту станцию, которая на орбите находится, протеоса. Поэтому, поэтому у нас, что на повестке дня в утилитах, кем станция? Нам нужен дималой электром. Дималой электром, не отвлекаемся. Вот вам дималой. А, вот вам, а хрен там, а не электром. Электром, что придется делать всем нам? Ага, электром. Электром, по-моему, не такая уж и проблема. Или проблема. Где-то он делался вот в этой, наверное, пеке. Электром. Чего нам не хватает? Серебро и молибден. Серебро и молибден у нас есть. Должны быть, во всяком случае, это молибден, а это серебро. И мы делаем с вами электром. Да? Да. Все так. Давай мы их сделаем несколько. Пусть будут в запасе. Так, электром мы делали для чего? Для того, чтобы поставить химическую станцию. По-моему, план был такой. Да. Ну, зашибись. А куда у нее тут перед? Куда зад? Куда чего смотрит в ней? Так, а химическая станция, вот это мешает безобразие? Блин, мешает. Да, влупим ее. И еще... А, так может мы ее как-то так... Где у нее перед? Что-то она тут вообще не хочет ставиться. Ну, предположим, что перед вот здесь. Ей электричка нужна. Какая еще электричка? Ну, ничего такого не знаю. Вот она вроде как строится. Сейчас посмотрим. Блин, шиворот на выворот, да, получилось? То есть вот этой вот хиромантии ее нужно к себе развернуть. Посмотри, Ренч от солнечной панели. Ренч, я понял, о чем ты говоришь. Ренч, я понял. Ну, эту мы можем перестроить. Это не вопрос. Да, согласен, не дотягивается. Эту мы перестроим. Я ее тут просто воткнул, чтобы она была вроде как не в инвентаре. Тадамс, тадамс, поехали. А кто-то к нам опять приперся. Вот по ночам вот эта вот мразь вылазит. Самая криповая, по-моему, из всех. Ну, чисто на мой вкус. Радиус. И опять она тут разлеглась. Нехорошо. Для чего еще электричка нужна? По-хорошему нужно бы, наверное, сделать уже нормальную солнечную панель большую. Что тут нужно? Карбон и никель-хром. Мы сейчас так и поступим. Мы построим большую у нее радиус. Насколько я помню и знаю, у нее радиус поболее нужен бы. Самое противное создание гнат. Но тут, знаешь, тут на вкус и цвет. Для меня вот эта вот тварь была, которую только что прикончил, вот он такой какой-то. Не нравится мне, короче. Но зато их прикольно валить. Карбон, карбон и ни хром. Ни хром. Я предлагаю все-таки пойти в сторону большой солнечной панели. Нахрен нам это маленькая. И где мы ее поставим? И поставим. Да, поставим. В принципе, пофигу. Главное ее создать. А, карбон. Карбон. Ребята, нам не хватает карбона. Это карбон? Ты карбон. Иди к нам. Растык карбон. Самое противное создание гнат. Пчелы. Вот пчелы, да. Ну, пчел прикольно. Спекали ее бамсы. И она отъезжает. Пчелы есть такое здесь. Действительно, пчелы это зло. А, между прочим, мне кто-то из ребят говорил, что в предыдущей версии пчел не было. И их завезли вот уже в обновленную. Солнце у нас, по-моему, вот как я стою спиной, большую часть времени проводит там. Поэтому солнечную панель мы туда и направим. Так, всего хватает, но мне не нравится, что она неправильно к нам стоит. Поэтому мы ее уничтожаем и ставим правильной стороной к нам. В утилитах creation, диспроприэйшн. Так, вот я вижу вот эту вот штуковину и вижу, что у нас опять кто-то хочет замотать. А вот давайте мы вот этого товарища, значит, что мы сделаем? Мы Е2. Пуф. Как в тире, любимчики мои. Ага. А, так вот. Арахноид это называется история. Да, червя убрали, пчел завезли. Про червя. Не совсем так, значит, Андрюха пролетал на самолете над пустыней. И он говорил, что в новой версии на него напал червь. Потом мы совершали вылазку в пустыню, добрались до края карты, видели скелеты червей. Спокойной ночи, спокойной, спокойной, спокойной Леся. Вот. Сладких снов. Видели скелеты этих червей, но самого червя не нашли. Есть подозрение, что он спавнится в какой-то определенной локации. Вот мы пришли к этому выводу, и так его и не нашли. Там есть видос, где мы бороздили по пустыне на джипаре на каком-то. И искали, все было по-честному, но не нашли. Но Андрюха сказал, что он нападал, когда он пролетал на самолете где-то. Он на него нападал, значит, делаем вывод, что червь здесь все-таки где-то есть. По-моему, так. Но сам я его тоже не видел. Бум. Взял еще и дал мне. Так, что мы хотели? Все у нас есть, карбон у нас есть, нам всего лишь с собой нужно гидроген взять, и наконец-то мы создадим эту резину, и сможем, я надеюсь, не заглазить бы, и сможем построить биоду. Да. План такой. А потом нам нужно будет много слитков, и опять же много резины, для того, чтобы отремонтировать какую-нибудь... Так гидроген кончился, но надеюсь, что нам хватит здесь 5 и 1 у нас есть, это 6, блин, а нужно было, по-моему, 7. Чего, одного не хватит? Хотите мне сказать, я расстроюсь, и я не помню где гидроген. Но это тоже не проблема, решаем, все решаем, все в этой жизни, в этом мире решаемо, даже в виртуальном. Вот, слышали, сказала, что решаемо сказала, и я уже забыл, что я хотел, о, вот что я хотел, а теперь на нее не хватает стали. Куда нахрен все девается? Сталь, сталь и стекло. Стекло я сделаю, я строюсь около космолета сломанного, там есть водород, хром, железо, кин и цинк, все рядом. Я знаю, где это место, там ящичек еще в нем внутри. Так, мне нужен на данный момент металл и стекло. А, стекло где-то, по-моему, в печке делается. Из Броукин, из Броукин. И Броукин у меня где-то валялся. Так, со стеклом сейчас мы решим вопрос. Наверное, да. Примерно так. Так, и, по-моему, мы сейчас с этими пластинами решим большой печки. Вопрос. Забрать? Да, забрать, как всегда. Кто будет забирать? Мыши. Вот, в определенный момент опять начинаются просадки с фпсом. Это поведение. Игры скоро придется перезагружать. А я думаю, переживем. Что я хотел? Я хотел вот такой вот замечательный, даже два, даже три, даже четыре. Называется Стил, переводится Сталь. И главное, озеро с метаном, где для гидрозина топляк, для вездехода. Да, я знаю, где это озеро, я набирал баклаху там. Вопрос в другом. Для чего я делаю? А, все для того же. Все для биодома. Ну, давай. Сталь. Ну, естественно, кто же будет забирать? Это надо крестик на память где-то поставить. Я не знаю, поможет ли он. Все, забрал. Все, нормали. Блин, вот только не постройся, а. Давай. Ну, давай же. Ну, постройся. Что ему надо? Что этому теперь надо? Резину ты делал. Все уже сделано. Все есть. Резина вон в углу. Все ресурсы есть. Чего он теперь хочет? Ванька, привет тебе. Пытаемся тут пободаться построить. Хочу тепличку. Растеница повыращивать. И вот дилемму уже строю, перестрою всю базу. Как только не крутил, не вертел. Ни хрена не стыкуется моя теплица с моим хобитатом. Вот та херня называется хобитат. Так вот. Ресурсы есть. Все есть. Ребята, какого хрена. Даже вот эта вот стыковочная история, она тоже есть. Но зайди в хобитат. Давай, тем послушаем. Зайдем. Ванька, с пятницы тебе, между прочим. Кстати, вот что я тебе скажу. Зайди в хобитат. Открой купол. Дружище, если это сработает, я прям буду счастлив. Что нужно сделать? Что нужно? Вот это что-то сделать? Или купол снять? Купол снять? Ж, кнопка. Кнопка Ж. Бумс, 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 бумс. Бумс. Какая нахрен кнопка Ж? Мы калькурим. Слушай, Вань, я не знаю, насколько я задержусь сейчас в игре, но во сколько бы не задержался, я после стрима забью себе тоже чашечку кактуса и, наверное, сдую. А теперь, тем более, мы калькурим. Я тоже хочу, я тоже хочу так же убрать, да? А, во. О, Тим, слушай, Тим Зим, ты прям спаситель сегодняшнего стрима. Если сейчас все получится, тебе какой-нибудь бонус придумаю. Хорошее дело. Блин, Вань, вот это ты, как это говорится, забайтил по-любому у меня на кальян. Кальян я сегодня буду курить, невзирая на то, во сколько закончу стрим. Тим Зим, дружище, открыл, не помогает, не пристраивается. Выручай, родной, что делать, как быть? Куда податься со всем этим безобразием, а? Блин, какие еще идеи, варианты? Я не знаю, фпс опять у нас изнутри строй. Красавчик, красавчик, слушай, ты мне очень здорово помогаешь. Если оно сейчас все заработает, внутри зайди, изнутри строй. Понял, понял, принял, ща все. Ща все будет, братан, 5 сек, у нас один чувак так говорит. Но потом не делает, а поэтому, как бы, вот. Блин, Тим Зим, и вот, честно, персонально, тебе нужно что-нибудь придумать за твою помощь и чем-то тебя наградить. Пока огромнейший спасибосец тебе. Вот. Лайкос завез, у тебя канал есть, не есть, пока не знаю, выйду из стримов, посмотрю. Подпишусь обязательно, если есть. А вообще это все как-то несущественно, придумаю что-нибудь тебе поинтересней. Да-да, ядрить, колотить, мадрить, вашу мать, биодом, да наконец-то, блин, повышая активность на стримах, будет мне подарок. Да я б только за. Во-первых, сегодня не такой уж и удачный день для стрима, я тебе скажу по-честному. Почему? Потому что сегодня пятница, все бухают и вряд ли кто-то смотрит. Вот, сегодня мало. Во-вторых, я, в принципе-то, за YouTube следит за активностью. Да, YouTube за всем следит, что происходит на YouTube. На то он и YouTube. Вот, и в принципе, сегодня я и не рассчитывал на много народа, плюс конкретно вот этой игрой, Asiris New Dawn, не так уж много интересуется на самом деле. Она в раннем доступе, ее каждый там попробовал по чуть-чуть, и ввиду просадки дичайших FPS в каких-то моментах, ее забросили. Вот. И как бы, пока она не релизнется, вот такого ажиотажа по ней не будет. Но я признаюсь честно, я играю себе в кайф. Если кому-то еще в кайф и смотреть, так и мне вдвойне кайф. Вот, поэтому все делается для кайфа. Мне нужен, наверное, помощник здесь, который бы сейчас забил кальянный. Мы бы вообще под кальян бы играли, по сути. Надо было это продумать. Наверное, в следующий раз так и сделаю, чтобы все вот тут стояло, было готово. И я бы такой, на кальянчике. Пока вместо кальяна у меня есть только пар. Так. Так. Чего мы, о чем? Задача и цель номер один на сегодня достигнута. Достигнута. А, нет, ни хрена не достигнута. Ребята, здесь еще только начинается интересное. Нам нужно построить вот эту вот историю. Причем лучше бы их сделать двухэтажными. Нам нужен провод. Грядка. Грядка. Ты молодец, ты следишь. Биодом. Биодом у нас есть. Нам нужен всего лишь провод. Всего лишь провод. Мы в шаге и ни один. И ни один. Потому что грядка нам нужна не одна. Электрика у меня вся находится. А вот в этом ящике. Да. Только вода готовых проводов нет. Куда она всю на хрен подевалась? У меня столько проводов было. Ладно. Это, друзья, не беда. Потому что провода у нас легко делаются. Сейчас будет грядка. Сейчас будет грядка. И все будет нормальнее. Вот видел? Не забыл в этот раз. Я забрать изготовленное. Обычно у меня это прям проблема. Я чего-то изготовил. Там же, где я изготовил, это чего-то забыл. И все у меня круто, здорово и весело. Вот. Скиллы качай не забывай. Скиллы не забывай. У меня пока ноль. А здесь, да. А здесь, что? Тут все, по-моему, уже на хрен прокачано. Да. Невозможности. Меня, между прочим, возмущал этот вопрос. Уж очень быстро прокачиваются скиллы. Они сейчас все на фулах. И они на фулах, по сути, были еще хрен знает когда. Вот. Ну, то есть я не так уж и много в нее поиграл. И они как-то бац-бац-бац, и все прокачано. Вот. И, ну, здесь, да. Здесь медленно. Медленно, но верно. К нам пришел товарищ, вон он, вон там, в окне. О, ну, так и наблюдать-то уже интереснее. Да. Скиллы качаем, все делаем, все нормально. Вопрос в другом. Нам нужны грядки, ребята. Я видос видел твой, где ты отметил этот момент. Да, я, в принципе, и видос это снимаю, чтобы люди посмотрели и поняли. А, вот тут что-то не так. Потому что играть в игры раннего доступа очень сложно. В какой-то момент ты просто не понимаешь, что ли это баги и какие-то недоработки раннего доступа. То ли так и надо, и ты чего-то не догоняешь. Вот, взять сейчас-то это хорошо, ты мне подсказал. Я бы не допер до этого, сидел бы, тупил очень долго. Вот, еще раз тебе плюсик в карму. Да. За это. Если бы ты не зашел на стрим, стрим был бы упоротый. Я бы сидел и тупил. Ну, сейчас это и делаю. Ну, тут я разговариваю, размышляю. Вот, и видосы, я же говорю, я делаю, чтобы люди смотрели и понимали. И понимали, что, ага, в этом месте вот так, в этом месте вот так. Потому что, по сути, плюсик принял. Да, да, да. Вот. По сути, мы первопроходцы. Те люди, которые проходят игры раннего доступа. Мы первые именно... Мы тестируем-то эти игры, которые потом релизнутся рано или поздно. Однозначно. И у этой игры, я уверен в этом, очень неплохое будет будущее. Ребята молодцы. Они порешали все свои юридические, во-первых, вопросы. С... Правообладатели, разработчики, там их хрен поймешь. Но они их порешали. Вот. И что я хотел опять, блин. Начинаю много разговаривать и перестаю играть. Сорян, ребят, за это. Я тоже только учусь проводить стримы, поэтому сильно не пинайте. Фух. Где эти грядки? Да, наконец-то. Так, как их правильно ставить? Я думаю, вот здесь это место однозначно оптимальное. Потом еще землю нужно будет таскать, да? Да, ну сейчас перегружаться нужно будет. Вот как только появляется хоббитат, вот на этом компасе сверху. И все. Отвернулся. Все отлично. Повернулся. Все пропало, все упало. Сейчас придется перегружаться. Сейчас грядки достроим. И еще раз. Или тут уже теперь будет сложно грядку достроить. И еще раз мы перезагрузимся. В принципе, это будет недолго. Я люблю сразу автоматизировать, как в инженера. Делаю лап и роботом майнера поменьше ручками добывать. А где делается робот? Робот, насколько я помню, делается в каком-то большом здании, которое у меня до сих пор не открыто. Это лаборатория. Для нее нужны бараки, сателлит диш-ларч. Или я что-то не догоняю. Или не знаю. Но просто до нее еще очень далеко. И соответственно, ну роботы точно там делаются. Там два вида роботов. Там один ресурс собирает, второй еще чем-то там занимается. Да. Вроде так. Ну, грядка. Чего нет. У нас нет платы ардуинки. Да, именно ничего лишнего. Да. Именно ничего лишнего. Все слышат. Все слышат. Так. Ну что, я предлагаю. Так невозможно играть. Однозначно это перезагрузочка. Сейчас мы это быстро организуем. И еще мне не нравится то, что игра сохраняется. То есть ты просто хочешь выйти без сохранения. А она, чтобы ты ни делал, она сохраняется. Ну ребята. Ну разработчики. Ну как так? Так нельзя. Если я не хочу сохраниться, то она не должна сохраняться. И я уверен в этом. Блин, я не ту еще игру запустил. Запустил No Man's Sky. Видимо, очень хочется в нее погонять. Ну там тоже. Боже-то она прикольная, кстати. Я пару стримов по ней смотрел. Так, загружаемся. По No Man's Sky. Мне она, я так думаю, очень даже зайдет. Там тоже вот эта вся история завязана на выживании, поиск ресурсов, чего-то крафтится. Так, на том же самом месте и мне нужна была плата Ардуинка. Я со скидкой No Man's Sky взял, но не разбирался пока. А вот ты знаешь, блин, я так же. Я взял ее со скидкой и так же не разбирался. Я единственное там по графону подстроил, чтобы она на стриме выглядела нормально. Я собираюсь по ней тоже сделать стримы, когда вот с этим разберемся. И тоже как-то так. По-моему, это делается из сломанных и еще чего-то на верстаке. Ага, и провода тут нужны. Но нам она нужна одна. Слушай, а нахрен на стеллажи электросхема? А, возможно, там автоматический полив сделан, да? Стримишь с видяхи или захват? Стримлю с видяхи. Нет захвата. Стримлю с видяхи. В принципе, в 2К еще не встречал игры, которые бы там чего-то отъезжали. Пока видяха вывозят. Все это дело. Грядки. Грядки, грядки, грядки. Вот эти мне нравятся. Опять я их не забыл. Блин. Опять я, короче, не забрал. И опять у нас теперь не хватит проводов. А провода делаются только из... Только лишь из... А это нужно спутники искать. Да. Это нужно спутники искать. Ладно, мы сейчас сделаем что? Поставим 2 грядки. Тимзим, подскажи по земле. Ее там вот... Я сейчас открою. Где-то у меня она валялась. Ее там несколько видов. Что чему соответствует. Блин. Где земля? Дайте земля. О. Вот. Здесь дирт. Сент. И соил. Какую землю закидывать в грядки? Я на всякий случай возьму их. Все? Вот. Но все-таки было бы неплохо понимать. 3D принтер. Что 3D принтер? 3D принтер. 3D принтер. Что ты имеешь ввиду? На 3D принтере... Можно напечатать провода? Я сейчас посмотрю. 3D принтер это нужная вещь. Между прочим, у меня 3D принтер. Вон там стоит. Настоящий есть. Могу чего угодно напечатать. Для проводов. Я примерно так и понял. Сейчас тогда будем строить 3D принтер. Сегодня значит получится стрим по оборудованию всей этой моей базы. Моего жилища, обиталища, хижины. Так как не назовите. А, наверное, уже будем ремонтировать тачку и добывать гидрозин на следующем. Хотя, посмотрим. Я спать пока не собираюсь. Вот. Поэтому. Поэтому играем. Мы же игровики. А? Ну? Так. Я уже нахрен позабавлю. Вот. Вот это мне. Что? Слушай, их тут как-то ворочить можно, да? Confirm. Билл. Канцел. А вроде как мышка нарисована, что вверх-вниз можно. Но ни хрена. Не можно. Строим. Рубер вайер и серкет борт. Это и есть главная проблема в игре. Да. Рубер вайер это кусочки из которых... Рубер вайер. Но резина делается. Рубер вайер. Либо это сама уже резина готовая. Но, в принципе, ты очень здорово подсказал вот с той химической лаборатории. И не проблема будет сгонять за газом. А второй там компонент у меня его до хрена. Поэтому. Так. Земля, да? Резина, провода и платы. Да. Согласен. Вот в этих разрушенных станциях в ящиках хреново туча того, чего у меня и так хреново туча. Но резина и провода это да. А вот тут я прикинул, со спутников не слабо добывается и, по-моему, и резина, и провода в них есть. Так. По земле. Будем экспериментировать по земле. Песок у нас есть. У нас есть... Та-да-да-дам. Та-да-да-дам. Окей. Лейс. Это ячейки. Первая, вторая и третья. Первую ячейку. Запоминаем, что мы кладем. Или он автоматом ее туда закинул. Вот в первую. А как он выбирает, какую он закидывает? А как он это делает? То есть, он сам знает, какой грунт нужен. Но я вижу, что это дирт. Вот именно сюда он закидывает дирт. Давай запомним. 23 из 50. Сажаем вторую. И по идее... Ага, хрен там. Их как было 23 из 50, так и осталось. Помнишь, в старой версии мультитул был? Тебе такой нужно скрафтить. Я не играл в старую версию. Я по-честному признался уже и не раз. Я начал играть уже, когда она вот в таком вот виде. Но я примерно понимаю, о чем ты говоришь. Мультитул... Я в мультиплеере. Он у меня был такой, как пестик. Типа, выглядел не вот этот, а грубо. Какой-то там, по сути, что у него тут? Это крышка от пивной бутылки, блин, прикручена. Ошибка Е1 вон на этом. Это да. А тот покруче. Я пытаюсь сейчас другое разобраться. Вот смотри. Я посадил уже... Посадил... Закинул землю в две ячейки. Я не пойму, от какой она в итоге отбавляется. Вот. Вот, запомним. 23, 37, 40. Это весь грунт, который у меня есть. 23, 37, 40. Сажаем в третью. Бамс. Ага. 23, 37, 39. То есть, я правильно понимаю, он закидывает в грядки соил. И причем он из всех возможных грунтов выбирает именно тот, который он выбирает. Хорошо. Но вопрос. А вот эти для чего? Сэнд. Дирт. Это еще, я думаю, нам предстоит разобраться. А пока... Блин, а это не двойная грядка. Это просто... Чую-то сверху. Это... А как? Ладно. Ладно. Это что-то типа они автоматом поливают и... Чего-то там еще, возможно, делаю, да? Тот за две минуты построит все базу. Согласен. Песок для производства удобрений. Так вот, как раз, смотри, вот... Вот это ж песок соил. Соил. Вот он отбавляется в грядки. Вот смотри, его 39. Вот смотри, по порядку. Закидываю в первую. Здесь вот, кстати, по-другому. Первая отсюда началась. Ну, да ладно. Вот, видишь, 38 стало. Либо ты имеешь в виду вот это песок. Сент. Ну, сент. Дир, грязь. Да, сент. Бубу-бубу. Да, возможно. Сойл. Сойл это почва удобренная уже. Ага. Вон оно как. То есть, сойл это... Вот это плюс вот это. Или как? Ну, тут я по-любому разберусь-то в этом. Г. Так. И Б. Все, все закинуто. Теперь нам нужно определиться, что посадить. Я хочу морковку и картошку. А, потому что в кухне есть... Где моя кухня? В кухне есть рецепты на морковку. И мы можем испечь картошку. Б. Нажимай, сойла. Да уже все понял. Все понял. Разобрался. И мы движем дальше. Насколько я помню, я куда-то складывал то, что можно посадить. Вот я хочу. Я хочу яблоко. Я хочу морковку. И я хочу картошечку. А еще я возьму и съем картошечку. Иначе у меня там что-то так, так, так. И еще разок. И где-то мне нужно и спить водицы. А водицы у меня где-то было валом. Я точно. Да, вот же. Да. Мы попьем. Все системы жизнеобеспечения работают нормально. Яблоки надо. Блин, точно. Без яблок. Как мы... Блин, я уже забыл, где это нахрен было. Во. Слушай, а яблоко я не вижу пока. У меня что, нет яблок, что ли? Да ну нахрен. Яблоки точно были. Я их много собирал. Так подожди, я их закинул. Ну вот же яблоко. Ну блин. Apple. Apple, да, яблоки. На борту яблоки сейчас сажать будем. Сейчас яблони у нас на протеусе будут. И еще, знаешь, что не прикольно. Когда растения вырастают, они выглядят все одинаково, блин. Ну то есть ты типа смотришь, видишь один и тот же кустик, а по факту у тебя там и яблоко, и морковка, все одинаково. Прикольно бы было, если бы они как-то различались. Ну чисто на мое мнение. Так. Приступаем к посадке. Посадки в первую ячейку. И вот выбор. Мы хотим посадить яблоко. Apple Growing. Plantsit. Plantsit. А как переключить? Допустим. Блин. А если я не яблоко хочу сюда посадить? А? В первую ячейку. Ладно, попробуем выбрать. Ага. Вот, вот как я понял. Так, во вторую ячейку. И она нам предлагает, чего посадить. Картошка. Давай. Так. Здесь будут овощи. Картошка. Да? Да. Картошка. Во второй картошка. Да? Во второй картошка. Первой. Первой. И чё оно? Эй, аааа. 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 Ни хера не поймем. Раньше от правильной еды космонавт саму не сходил. Сейчас это механик убрали. Слушай, а там мне рассказывали в старой версии какой-то космонавт, призрак космонавта был и боссы были в пещерах. Ну может они и сюда-то завезут там со временем. Я не знаю. Тут другой меня вопрос сейчас мучает. Ааа. А, так она уже выросла что ли? Я по уже собрал по-тоиту. Или это потому что я с ножом. Б, никнейм, а что это значит? Б, о, ребята. Ааа, здесь тоже приколы, ящики, такая же фигня. Это бак игры. Здесь я переключался на английский, на русский. Сюда невозможно ввести никакой текст. Никакой. Это проблема. Ну вот не такая уж проблема. Так, в итоге. Чего я не понимаю? Что нужно взять в руки? Кирку что ли, чтобы что-то посадить? Ф, Б, Г. Ф, Б, Г. А, В, Г. А, ни хера. Ф, я типа уже что-то собрал. А, Б, А, у меня только Б не посажено, да? А, Б, сажаем морковку. Вот. Давай так. Давай так, что мы видим? Apple, Carrot и Potato. Apple, Carrot, не, вот так не пойдет, потому что я фрукты хотел отделить. Вроде как так. Ф, первую она отсюда считает. Ладно, хрен с ними, пусть растут. Убедили. Теперь в первую ячейку Ф мы сажаем. Ну, то же самое. Давай, морковка. Морковка. Так, картошка. Чего там дальше? Морковка. Морковка. И, Б, мы сажаем. Картошка, морковка. Ну, яблоки. Доделаем грядки, посадим еще и деревья. Вот эти. Которые красные и синие плоды. Синие и красные ягоды плюс травку надо. Травку надо? Да? А что за травка? А что я ничего не знаю про травку? А? А где эту травку взять? Для чего она нужна? Это вот эта фиолетовая, что ли? И вот тут хоть жопа ешь, по-моему, в округе. А деревья у меня красные рядом. Да, синие надо посадить. Здесь я спорить не буду. Без ножниц не найдешь. О, Тим, ты затронул офигенную тему. Все-таки эта игра, помимо крафт, выживания и все, она про исследование. Почему? Есть вот такая менюшка, и сюда добавляются со временем животные, растения, ну, флора и фауна, да? И каждое растение, в зависимости от того, какой тула ты ее добываешь, то могут добываться разные ресурсы. Блин, как бы это правильнее сказать? То есть, это про исследование, подойдешь с киркой, у тебя одно добывается, подойдешь, там вот ножницы, циноферн, это травка циноферн, ну, окей, буду знать, циноферн, хорошо. Вот, и эта игра про исследование, разными тулами, там даже какая-то иголка есть, там кровь можно у животных сливать, если у тебя пластиковая канистра, баклаха это есть с собой, то ты когда просто киркой его лупишь, вот, кровь инопланетная, да, я про нее рассказываю, вот. Когда киркой лупишь, мясо добываешь, там, когда ножом или мачете, ты там кожу добываешь, разделываешь его, а когда вот этой вот иголочкой, там уже кровь, там какие-то блюда, там все это замешано, заварено, и вот это все прописано, и по каждому есть такая история, в зависимости от того, чем добывать будет появляться. Вот, допустим, мы видим, скелеопод, ага, двумя тулами мясо, а вот шарп-вип, ну, это кожа, да, вот такая вот фигня. С этого выскакивает, но у меня здесь тоже много вопросов, какими тулами, но мы обязательно дойдем. Метеорит. Нахрен не нужен, я знаю, где много урана. В метеоритах в основном прилетает уран, насколько я знаю. Кто мне скажет по поводу того, что мы сейчас еще хотели сделать? 3D принтер. Да? Нет, ну, я серьезно, ну, 3D принтер хотели сделать, вот, поэтому давайте-ка мы и сделаем его, посмотрим. Да, Тим, 3D принтер, все верно. Это где-то в утилитах, наверное. Не утверждаю, ну да, он здесь. Нам нужны провода, со стеклами не проблема, батарейки не проблема. Проблема с проводами, а провода в нем же и делаются. То есть, я предлагаю, что? Я предлагаю, во-первых, после наших построек, перестроек, я немножко подразоружусь, я поперекидываю, допустим, как это, на видим порядок, слитки в слитки, иначе я сейчас пойду в путешествие, вот, с этой, со всей историей, у меня-то все забито, я буду нервничать, нахрен оно мне это нужно, вот, поэтому я сделаю, наверное, вот так. Дефолт сорт, да и камни сюда же. Так, там кусочек мяска есть, электрику, в принципе, понятно, куда. Что тут у нас из электрики? Электрика, 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 батарейка. Что еще? Этот мы оставим, нужно разгрузить. А, бю, я хотел чего вот здесь, думаю, вот что-то, я думаю, не доделал. Я знаю, что я не доделал, я хочу, чтобы рядом с кухней стояли красивенькие ящички, в которых хранились бы все продукты для кухни. Логично же, вроде как, вот. Яблоки, морковки, картошки, травка вон там предлагали. Все такое. Сюда и скинь. Компоненты для готовки. Назовем их так. Вот. Эдэнс. Шкаф нормальный, большой. Так, вот эта пустая, я возьму ее с собой, по пути где-нибудь газа на ДБМ. Да. Погнали дальше. Раскидаться и забрать то, что... Ладно, это я потом все сделаю. Это я вам... А, здесь ее... Дефолт сорт, мясо, понятно. Мясо к мясу. Это не тот ящик, который я хотел. И это не тот ящик, который я хотел. И даже это не тот. О! Вот про что я говорил. Вот эта тула, которая... Можно кровь слить и инопланетную, чужеродную. Ее в ручки берем и прекрасно это все делается. Так, мне пустая баклаха такая, такая. Вот эти мне не вперлись. А вот эти надо разделить. Мне их столько нафиг не надо. Их вполне хватит и пяти. Так, по поводу аптечек. Ну, как бы тоже... Нафиг мне их столько нафиг. Мне их столько нафиг. Аптечки в принципе нужны, но много их не надо. Так, металл надо куда-то скинуть. Куда-то надо это все поскидывать. Здесь полный бардак после того, как мы тут занимались перестройкой. Ну, сорян. Потом все поправим. Все... Но я все равно стараюсь раскладывать их более или менее по своим местам. Опять эта буря. Попить бы нам с собой было бы взять неплохо, наверное, да? Какую-нибудь канистрочку. Пенициллин. Из светящегося дерева конус найдешь и три сап. А я находил, да, пенициллин. В мультиплеере я там походил, поизучал. Химик, ботаник, биолог, кем только и не был. Только я так и не понял, куда он пригождается, пенициллин. Так, ладно, меня тут дамажит неслабо эта буря. Плюс я не пойму, чего, куда разложить. Так, это не стакается. Вот сюда стакается. Блин, а с чем ты вообще стакаешься? Это оксиджен. Это пропилен, 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 пропилен. Да ну нахрен. Чё, все пропилен, что? А, это было квик печки перевенчено. Пропилена что-то слишком много. Нахрен. Аплайнс химстол. А, химический стол прокачать. Ну окей. Чё, куда ещё? Где-то ж металл валялся. Да блин. Вот. Дамажит не сильно, но вот это. А, у. Не одобряю. Не нравится. Не нравится так. Чё, чего случилось? Вроде не так уж и сильно. Так, и осталось мне землю куда-то швырнуть. И отправимся в путь. Блин, напомните, зачем мы собирались в путь? За проводами. Да. За кусочками проводов. Ладно, землю предлагаю в кухне хранить. Ха-ха, ну блин, логика, да, железо. Но логика простая здесь грядки рядом, поэтому. Поэтому нормальная логика. Пусть лежат в кухне. Всё, помчали. Ничего не забыл, ничего не забыл. По пути можем газ собрать. Нам более всего нужен H2 гидроген. Это для производства резины. И нам нужны провода. Ду-ду-ду-ду-ду. Выдвинулись. Наконец-то, блин. Чё, нахоть, как она выглядит там у нас? Ну, место как бы, да, такое себе. Ну, пойдём. Иди сюда. А, нет, давай я тебя, это... На мушечку. У-у-у. Как тебе? О, как тебе? О, эй, эй. Ствол интересно прокачивается, потому что дамажит он слабоватым. Скажем прямо. Б. 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 Дойдишь сюда. Азот тоже нужен будет со временем. Нитроджен. У меня есть в сундуках каждого по одному. Между прочим, заметил, живность-то, когда определённое количество урона получает, они начинают сваливать, очкуют, боятся. Потому что знают, как только там повредили его как следует, он сразу ноги в руки и давай уматывать. Так, уматывать провода, резина. О, замечательно. Так, сканер у меня валом. Аптечки нахрен не нужны, ножи, всё это есть. Раньше не убегали, да. А, вот, это классно, кстати, это вот говорит о том, что всё-таки... Это прикольно. Ну, согласись, да, вроде как такое поведение уже, какие-то поведенческие. То есть ты его дамажишь, и он такой драпать от тебя начинает. Ну, круто. Прикольно придумано. Мне нравится. Какие вещи мне в эверах нравятся? Так, здесь всё. Погнали дальше. Мы и в поисках проводов. И, и подтянули. Ну, искусственный интеллект, возможно. Но, как мне кажется, там не совсем он даже и нужен. В принципе, там что-то такое простецкое. Получив определённый урон, бегать подальше от того объекта, который приносит тебе этот урон. Ну, что-то типа этого. Ну, может и... Сейчас его везде и всюду прикручивают. Но это дорого. Наверное. Это не точно. Так. Вот здесь вот может быть много интересного. Я думаю, вот этого мы будем киркой уматывать. Кирка из них же лучше всего их же и дамажит. В принципе, логично. Они же друг с другом бьются, сражаются. И, сделав кирку из них же, можно неслабо им раздавать. Да. Как-то так. Да давай ты разбирайся, ну, ё-моё, спутник. Спутник ты или не спутник, блин. В самом деле. В моём мире баг олова не спавнится уже восьмой сол. Я сразу собрал, экономлю. Проверь. Тин. Блин, Тина я находил валом. Ну, я уверен, ты сканером пользуешься. То есть, и сканер нигде не показывает. Тина, я один раз, кстати. Тина, я один раз тоже нашёл. Их было в тупиковой, в такой, в каком-то каньоне тупиковом. Их было штук пять этих. И я чего-то сам себе, да на видосе даже есть, я сам себе сказал, о, блин, Тин, это нужный ресурс. И надо его весь собрать. Ну, в итоге весь не собрал, так и свалил оттуда. Ну, собрал много, Тин у меня есть пока. Где скоробей огромный? Да-да-да-да-да, точно. Это единственное место, где я его находил. Но ты знаешь, мне помнится, что после этого мне показывал на радаре, что он там же, там же и спавнится. Поэтому, ну, тут надо проверять. А ещё мне вот эта пипка бесит на спутнике. Вот её, вроде приладишься на разбор, оп, и отъехала. Когда дышит, вот, он дышит, да, там, или что он там делает? Постоянно. С одной стороны, прикольно, что вот он имитирует, как будто живое что-то в руках, вот это вот туда-сюда там. Но с другой стороны, на эту пипку, когда разбираешь, блин, её замотаешься, попадать на неё. Аккумулятор. И вот этот ещё постоянно преследует, когда чернеет вот под определённым ракурсом. Хоп, и отъехали текстурки. Хоп, всё чёрное становится. Ну, да, ну, тут как бы что, я мирюсь с этим. Игра настолько интересная, что я готов, в принципе, закрывать на это глаза. Она интересная, она красивая, она из разряда игр, я бы сказал, кинематографичная. Вот, ты реально, погружение здесь конкретное в эту игру. Вапнутом в воркбенч, покрути вниз, есть мультитул, продвинутый, но нужен фабрикатор. Угу. Принял. Так и поступим. Но мы в поисках два провода, это мало. Да? Мало. Сто пудово мало. Мы ищем провода, резину. Сейчас вернусь на базу, и всё сделаем. Так, здесь уже край. Кстати, я вот сейчас, TeamZim, я иду в сторону, где Тин как раз-таки должен спавниться. Мне вот помнится, что сюда я куда-то поворачивал, или же вот сюда. Заодно мы сможем проверить, есть он там или нет. Будешь радостно разбирать. Но это хорошо, когда радостно. Или, в принципе, и так радостно. Блин. Как я туда доходил? Я шёл здесь. Туда, где Тин. И, блин, наверное, туда всё-таки вперёд, да, спускался. Мы сейчас... Просто информация к размышлению. Да, окей. Мы сейчас проверим вот этот Олова, как ты говоришь, на русском, на английском. Тин, спавнится ли он там? Ни к чему не обязывает, заранее, sorry. Не-не-не, всё вообще нормально, в принципе. Это одно дело, ты бы сказал бы, что я не видел, что там впереди нас ожидает. Ну, я, в принципе, уже видел и на другие планеты летал, поэтому никаких спойлеров с твоей стороны, как вы, и нет. Давай, решим раз и навсегда. Потому что я это всё уже видел. Вопрос в том, что я хочу сам это всё дело пройти. И, в принципе, я играю с нуля. Так. Чё-то я загнался в поисках Тина. Да, на тачке было бы поприкольнее. Тачку мне по-любому надо. Если сейчас найдём где-нибудь развалину, нужно посмотреть, какие, в принципе, туда сплавы нужны. Я точно знаю, туда резина нужна, на колёса. Тем более, там их шесть колёс. И много нужно будет туда сплавов, слитков. Ну, пошёл, да, в обратную сторону. Были мы здесь, умотали вот этого товарища. Он спит. Мы её просто усыпили. Мы ж не варварь. Так, Рокки, нам нахрен не нужны. Пойдём в Красный Лес побродим там. Опа. Иди, иди к папочке. Иди сюда, иди. Ага. А как она, да? Сколько же на вас патронов надо, да? Там у меня была в мультиплеере ружбайка. Вот та дамажила, так дамажила. Там пух, и готов. А, и между прочим, я птичку. Тут, тут летает ещё из тварей птичка. Ну, как птичка. Не такая уж и птичка. Тварь, короче, какая-то. Летающая только. Похожа на вот этих. Но летает. И там с одной ружбайки я её подзбил даже. Так, чего, к чему, вот, вижу газ. И, по-моему, жёлтенький, это как раз тот, который нам нужен. H2. Или H2 белый. Вот, не помню, не помню. Так, берём кирку. По-стариночке. Не тратя патроны. Бэмс с двух ударов. Киркада. Блин, надо было хилки поменьше взять с собой. У вездехода придумана задача важная, где метановый лёд, мало кислорода. В кабине пополняется за секунды при добыче, заканчивается кислород даже с апгрейдом. Бух. Пока я сложно осознать это, я уверен, что это что-то важное. Я уверен в том, что я дойду до всех этих важных вещей и моментов. Ну, куда же вы? Ну, куда же вы, ребята? Вот, удирают, да? Очкою, боятся. Так, это чё? Вот, как раз это то, что нам нужно. Вот это ещё замута, тоже непонятная. Нужно взять в руку, нужно выбрать. Потом только до Петри, до этого. Да, кстати, вот так газ собирается, да. Кто, может, не знает, будет смотреть, голову ломать. Как это делается? Чё, две набрать, что ли, одного и того же газика? И ещё, при том, когда перекладываешь в рюкзак, и обратно у тебя в руках та же самая остаётся. Это тоже баг, это и с оружием такая же фигня. Причём мы там где-то прикалывались, выкидывали оружие, и оно всё равно там типа в руках оставалось, выглядит. Не очень, конечно. Но я думаю, всё поправят. В принципе, ждём какую-то ближайшую обнову. Обнову, да. Ждём. И все эти вещи разработчики поправят, я уверен. Так, 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 так. Так, так, так. Нам нужны разрушенные постройки. Вот четыре, где пальмы, я вот всегда хотел и до сих пор хочу. Я хочу базу в этих вот пальмах. Это настолько прикольное место. Мне оно нравится. В мультиплеере у меня там вот этот домик надувной стоит. А здесь же, кстати, да, самолёт рядом. И, Тим, ты говорил, что именно где-то тут ты и построился. Красавчик, место отлично. Оно и выглядит классно. Репаер вездеход. Дюраль нужен вроде ещё. Да, там нужны слитки, и там не только дюраль. И резина. Так, чё? Подрубаем фонаричек. Фонарик классно, когда включаешь. Блин, этот звук шикардосный. Как будто атомный реактор запускаешь, а не фонарик включаешь. Это чё у нас? Повисший ящик, да? Ну, ящик висит в воздухе. Ну, ничего. Так бывает. Это не самое страшное, что может. Самое страшное, это то, что здесь нет ни проводов, ни резины. Мм. Между прочим, я примерно знаю, куда пойти. От этой точки, где много ящиков будет. И разрушенные базы. По-моему, вот сюда направо. Слушай, а здесь, по-моему, и Тин как раз был. Да, вот эта база разрушена. Ха-ха. Сейчас посмотрим, спавнится или нет. Заодно. Ну, раз уж мы всё равно сюда припёрлись. Кстати, можно сразу стрельнуть это всё дело радарсканером. Дайте мне в руки 2. Шучу. Одного хватит. Так, радарсканер. И здесь, по-бамс. Тин. Речь у нас руины у Голд. Разберёшь, есть провода. Я эти руины уже давно поразбирал практически по всей карте. Блин. Так. Здесь у нас Тин. Тин у нас вот такой. Medium Density. Medium Density. Все запомнили? Запомнили. High Density. Ultra. Fabricated. Love. Medium Density. Я не вижу вблизи Тина. Нету. Слушай, а вот вполне возможно, что это не только у тебя такой баг с Тином. Да? Или это просто не то место. Ладно. Мы сделаем, оставим радар. Время от времени будем проверять. А сейчас. А сейчас мы вот это вот всё дело пылесосим, лутаемся. Чё здесь? Вот эта фигня пригождается. Экранчик, в принципе, тоже. Остального говна у меня очень много. Да, и этого тоже много. Ну, как бы... О, резина. Так. Чё говорит, кушать пора. Кушать, кушать. Я надеюсь, я взял. Я не взял с собой вообще ничего поесть. Ну, красавчик. Чё, надо будет, я так думаю, перекусить. Либо кого-то завалить. Животинку какую-нибудь. Либо вот эти фруктики позбивать. Ну, окей. Красненькая годится. А где провода? Где все провода? Куда дели? Красненькая годится. Рядом есть красное дерево. Да, да, да. Я, в принципе, да. С едой-то не проблема. Тут умотал кого-нибудь. Вопрос. Вот нужно мне ли теперь собирать всю эту землю? Ладно, давай. У нас есть где это всё хранить. Как бы её и так у нас вроде много. Так, здесь всё отпылесосили. Тина я не вижу. Между прочим, Тин, да точно он где-то здесь был, а? Или я ошибаюсь? Или вот туда вот дальше, в тупик? Мне хочется посмотреть, что по поводу Тина у нас. В ста метрах есть руины около шахты. Шахта я знаю, где вторая. Так. Эй, подожди. Я пришёл сейчас отсюда. Сейчас подойдём. В ста метрах есть руины около шахты. Да я вот и помню, что здесь вот одна сначала... Так, нам нужно вот от этого обормота колоссус или как он там подкрепиться бы. С него много мяса выпадет. А, но здесь, получается, будет мясо, которое чего-то там будет отбирать. Но, в принципе, у нас аптеки есть. Ничего такого. Асилип. Чего-чего? Ага, ладно, давай. Давай, есть. Минус 10 к здоровью. Нужно быть внимательным. К здоровьям и поправим. Голод поправили. И вот так вот мы сделаем. И вроде как у нас всё офигенно. Так. Интересный стрим. Ну, мне сложно судить. Я нахожусь по другую сторону стрима, да? Ну, я буду пересматривать. Ну, и что-нибудь там для себя тоже решу, интересный он или нет. Но тебе спасибо. Раз интересный, то будем стримить. Ну, вроде же логично, да? Окей. Так, а с проводами-то не решается. Много флуда с моей стороны и 8 лайков. Да, ты знаешь, пока особо аудитории нет, мне по приколу с тобой пообщаться. Я узнаю чего-то нового. Я прекрасно понимаю, что ты уже не новичок в этой игре. И вероятнее всего играл в каких-нибудь версиях, которые были до всей этой катавасии с правами юридическими. Вот, поэтому ты много чего знаешь, и бесценно было вот на сегодняшнем стриме, это то, что ты мне подсказал зайти изнутри и строить. И теперь я уверен, что у меня в первый бы раз получилось, и не надо было базу бы разбирать, если бы я изнутри так же сделал. Ну, вот это да, это бесценно было. Между прочим, у нас на горизонте появился, но это не тин, стопадо. Это камни. А что, камни тоже в ультра или как там он, ультра дэнсити вроде, да? Ай, хром появился, а тин, каким у нас цветом обозначен. Так вот, поэтому много флуда, это, ну, на данном момент это не флуд, это мы с тобой, в принципе, общаемся. И мне тоже по-своему прикольно это делать там. Когда народом много будет, ну, там сложно, конечно, играть и вывозить, потому что я и так вот общаюсь, в принципе, с тобой, да? Блин, ай-яй-яй, пропускаю много чего и останавливаюсь, потому что так же хочу какую-то мысль там сформулировать, о чём-то сказать, рассказать. А когда много будет, это будет сложнее, намного. Вот. Так, вспоминай, вспоминай, где были разрушены эти станции. Поэтому всё нарк. Всё круто, классно и здорово. Там что? Вот там вот у нас что-то светится. Ага. Или мы, блин, оттуда только пришёл, я отвлекаюсь и пропускаю. Моменты вы уж меня тоже не ругайтесь сильно. Так, 23.36. Сколько? Три часа скоро. Я думаю, на трёх часах. Если это тем более та же, которую я уже облутал. Нужно этих всех я тоже... А, слушай, его восстановить же можно. А какие ресы нужны? А, вот они, ресы пришли, которые нужны. Ну-ка сюда, по-дому. Тамс, тамс. Дайте-ка мне перезарядиться. Готово. Отчалил второй. Отчалил второй. Где ещё два? А, ну эти же ссыкуны, они уматывать начинают. Причём они как-то вот... Замечал, кстати, стадно себя ведут. То есть, они в стаде видят, что не вывозят. И начинают щемиться. Или их, допустим, ещё прикольно. Помимо того, что от дамага они улепётывать начинают. У них ещё прикольно. Они когда стаи нападают вчетвером. Ну, стопудово ты тоже замечал. Парочку из них валишь. И вот эти вот два других, они, ага, типа, понимают, что дело пахнет керосином. И тоже начинают лепётывать. Ну, то есть, да, возможно, им что-то прикрутили. Там, типа, искусственного интеллекта на это всё работает. У карты есть центр. Это могила червя с титаном и золотом. Не спорю. Возможно, и так. Нам нужны провода. И нам нужно попить. Тыщ. Так. Не хочу я уже морковку. Где ещё что-нибудь? Давайте нам, блин, дайте провода. Давайте провода. Одна морковка. А вот здесь, случайно ли, не будет проводов? Резина тут точно. Не резина, а трубы здесь были, да? Да, испорченные. Корявенькие. А провода? Нет. Четыре трубы дало. И типа, хорош с тебя. Так, я хотел... А, и замак ещё дало. Слиточек. Я хотел посмотреть, что если восстановить этого. Провода. Ардуин, каталанит и красная батарейка. Слушай, ну, в принципе, можно и сделать его, я так думаю. Опять картошка. Картошка, морковка. Это всё уже у меня растёт. Мне уже это, в принципе, не надо. Резина. Как это я ещё удивительно не пропустил. А, стоп. И вот это вот. Тоже. Да. Почему вообще нет провода? Когда я искал резину, блин, не было нигде резины. Сейчас ищу провода, нигде нет провода. Это какой-то заговор. Но аптечку пополним, норма. Опять морковка, земля и всё такое против. Ну, найди мне провода. Ну, пожалуйста. Так, нету ни хрена проводов. Здесь нет. Как рыбы на том самом стадионе. Окей. Памс. О, видимо, им надо тоже куда-то целиться. И это, по-моему, не голова. Потому что в голову стреляешь иногда с двух. А бывает с одного уматывает. Между прочим. Так, что я могу сказать. На сегодня, наверное, я завершусь. Тим, ещё раз тебе. Это персонально тебе. Ребятам, всем, кто смотрел стрим. Кто будет смотреть в записи этот видос. Всем удачи и успехов. Совершайте великие поступки. И не бойтесь экспериментов. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok